Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем говорить о платформе для самостоятельной постройки моноблока. Именно так, потому что моноблок такая штука, которую многие хотят купить, но очень редко покупают. По ряду причин. И одна из главных причин заключается в том, что это фактически ноутбук, только побольше, и который с собой особенно не потаскаешь, и главное, не поапгрейдишь. То есть ты покупаешь некий компьютер, который потом крайне проблематично обслуживать и расширять его возможности. Ну и денег он стоил обычно довольно крепко. В общем, хорошая штука, интересная, удобное место на столе экономит, но есть нюансики. Поэтому до магазина за моноблоком доходили немногие. Вот сейчас у меня на столе стоит аппарат, который называется Hyper AIO Office. AIO – это All-in-One. И он отличается от прочих моноблоков тем, что это не моноблок. Это именно платформа, на базе которой вы можете создать практически что угодно. И неизменным остаётся только экран. Ну и с ним, кстати, есть что улучшить. В общем, меньше слов, больше дела. Поехали. Внешне Hyper AIO Office напоминает обычный монитор. Ну вот, вы сами видите, монитор, монитор абсолютно нормальный, с узкими рамочками. Разрешение Full HD. Матрица IPS. Ну, не буду вам врать, не такая непремиальная матрица. То есть, там вот здесь вот внизу у меня есть два маленьких засвета, заметных на очень тёмном фоне. Это ничему абсолютно не мешает. Я эти такие засветы встречал и на ноутбуках, и на мониторах средней ценовой категории. Но я вас предупредил. Возможно, что у вас и не будет. Потому что это такая история, что называется, плавающая. Но, вот монитор и монитор. Ножка у него крепкая, не шатается. А единственное отличие, которое намекает, что это не совсем монитор, это наличие сверху выезжающей веб-камеры. На самом деле, мониторы бывают с такой штукой, но всё-таки у мониторов это скорее редкость. А здесь вот оно сразу внутри. Разрешение 3 мегапикселя. Но самое интересное нас ждёт, конечно, внутри. Мы отворачиваем 4 винтика и получаем доступ к пространству для манёвра. Сзади на Hyper-AIO Office размещена материнская плата на чипсете H510 Intel. И также разведены все разъёмы, о которых мы поговорим чуть ниже. И вот на эту материнскую плату вы уже сами, по своему усмотрению, устанавливаете процессор, SSD и память. Процессор может быть любой Intel Core 10-го или 11-го поколения. Также подойдут Celeron и Pentium Gold. Есть только одно ограничение. Дело в том, что поскольку корпус, как мы уже видим, достаточно тоненький, там нельзя разместить большую, мощную систему охлаждения. Так что стоит ограничение на 65 Вт по TDP. Много это или мало? Это нормально. В 65 Вт отлично укладываются все Core i3 и Core i5, и даже не самая, так скажем, высокочастотная Core i7. То есть запас по производительности очень солидный. Память обычная SO-DIMM DDR4. Можно ставить любую с частотой до 3,2 ГГц. Но лично я бы вам не советовал, потому что ни на чем это не скажется. На Intel можно с частотами делать что угодно, а это на конечную производительность не влияет. Так что ставите какой-нибудь 2,4 ГГц, и все у вас отлично. Ограничение только по размерам модуля. Поскольку я в продаже модулей больше 32 ГБ не встречал, то здесь два разъема, соответственно, 64 ГБ. Для такой машинки, мне кажется, это вообще с избытком. У меня в компьютере гораздо более серьезным до сих пор стоит 32 ГБ, и я что-то как-то не страдаю. SSD. Там стоит обычный слот M.2, куда можно втыкать SSD с интерфейсом как NVMe, PCI-Express, так и SATA. То есть главное не забыть там переключатель, подергать. И тоже по объему никаких ограничений нет. Хотите 256, хотите 2 ТБ, тут уж на сколько вам хватит денег и фантазии. Также внутри, с удивлением, обнаруживается DVD-рекорда. Я их не видел уже, давно я их не видел и не пользовался ими, вроде они как-то уже не нужны. А тут он есть по умолчанию, то есть вы прямо вот покупаете, а оно уже там. Также по умолчанию установлен Wi-Fi и Bluetooth адаптер, но он совсем простенький. Это Qualcomm 9565. Он поддерживает только диапазон 2,4 ГГц и звёзд с неба, короче, не ловит. Мне кажется, логика тут такая, поскольку в названии Hyper AIO есть слово Office, предполагается, что основную часть времени вы будете пользоваться им по кабельному Ethernetу. Там есть гигабитный порт Ethernet, вот втыкай и понеслась. А Wi-Fi он так уже, ну, что называется, для красоты. Но если вы по каким-то причинам думаете иначе, вы можете вынуть этот адаптер и поставить абсолютно любой другой. Благо он стоит на какой-нибудь алишечке сущие гроши. И там уже два диапазона и всё, что вам нравится в современном Wi-Fi. Разъёмы и просто место для дискретной видеокарты не предусмотрено, поэтому придётся довольствоваться интегрированной в процессор графикой. А всё потому, что в офисах не играют. Набор портов у этой малоблочной платформы, на удивление, богат. Нас встречают 4 порта USB 3.0, 1 USB Type-C и даже винтажный USB 2.0. Также в наличии имеется гигабитный Ethernet, два аудиоразъёма и кардридер. Если вы по каким-то причинам подозреваете, что вам не хватит возможностей интегрированного монитора, вы можете подключить внешний, причём сразу по трём интерфейсам на выбор. Это либо DisplayPort, либо HDMI, либо, внимание, VGA, D-Sub, о котором мы тоже уже начали забывать. А тут всё есть. Наполняя эту платформу, я не стал особо выделываться. Я поставил туда 4-ядерный Core i3-10105 с базовой частотой 3,7 ГГц. Потом завалявшийся AMD Radeon R5 на 240 ГБ, я про SSD говорю. Не все знают, но под брендом AMD ещё и SSD-шечки выходят. Так вот, этот SSD-шечка довольно древнючий, она поддерживает интерфейс SATA, но тем не менее заработала, на удивление, шустро. Также я воткнул туда модуль памяти на 8 ГБ. Можно было бы и побольше, но поскольку система изначально довольно простенькая, повторюсь, выделываться я не стал. И самое забавное, что несмотря на скромную конфигурацию, на мой взгляд, у меня получилось очень недорственно играть в World of Tanks. То есть я при базовых настройках графики, Full HD, синхронизации по частоте монитора, 60 Гц, я получил на удивление приятную картинку, те самые 60 кадров в секунду, и, в общем, поиграл не без удовольствия. Есть один такой нюанс. Вообще, эта система, моноблочная платформа, она тихая. То есть даже с таким производительным процом, а всё-таки 4 ядра и 3,7 ГГц, да ещё там турбобуст, 4 ГГц с гаком, то есть, в общем-то, процессор не самый холодный. Тем не менее, услышать систему охлаждения, турбиночку, можно только под 100% нагрузкой. Прям услышать, услышать. А так она там что-то... Ну, вот сейчас она работает на 1500 оборотов, я не слышу. Вообще ничего не слышу. Так вот, если вы решите что-нибудь там долго посчитать, поиграть, вот прям вот раскалить, что называется, радиатор, то остывать будет довольно долго. У меня на компьютере, я привык, что вот там стоит такая здоровенная башня, я привык, что она остужает процессор моментально. Это вышел из игры, допустим, вжух, и уже процессор почти комнатной температуры. Ну, чуть утрирован, ладно? Не комнатный, ну, там 40-45 градусов. А тут, если ты раскалил систему, то ждать, пока она остынет до обычных параметров, придется довольно долго, минут 20. Но! Я специально запускал стресс-тест на всякий случай, но, чтобы быть уверенным. Так вот, под стресс-тестом никакого троттлинга даже близко нет. То есть температура остается в разумных рамках. Вот конкретно про этот Core i3-10-105, где-то 80 градусов на пиковой температуре. А так обычно температура где-то 40-45 градусов. То есть все в пределах разумного. Не холодильник, но в пределах разумного. В целом, рассказывать про то, как работает офисный компьютер, ну, немножко скучно. Да и слушать надо про это скучновато. Ну, работает и работает. Вот оно, работает и работает. То есть никаких вопросов нет. Давайте вот придеремся. Придраться надо к чему-нибудь. Так вот, порты расположены не идеально. Они расположены вот здесь вот снизу и еще и в таком в углублении некотором. И вот добраться до них вслепую, ну, невозможно. То есть для того, чтобы до них добраться, нужно сделать такой хитрый хинт. Там вот эта вот штука, там, экран со встроенным вычислительным модулем, оно отстегивается. То есть вы можете даже на стенку повесить обычное крепление веза. Так вот я для того, чтобы получить доступ к портам, я там отстегиваю, так вот делаю, приподнимаю, как хочу. И потом возвращаю обратно. Но делать это нужно не часто, поэтому особо не переживаю. Сбоку, справа боку, там есть порт USB 2.0 и Type-C. И вот к ним доступ абсолютно беспроблемный. Наверное, если вы планируете активно дергать флешки в жесткие диски и мышки, клавиатуры туда-сюда, то имеет смысл купить хаб, воткнуть его в порт один раз и поставить хаб на стол, чтобы доступ к нему был абсолютно полноценный. Вот так, мне кажется, будет оптимально. Если один раз засунуть, то поднять, опустить, мне кажется, проблемы никакой нет. Давайте подведем итог. Формат вот этой платформы мне понравился. Он мне действительно понравился. Потому что ты свободен, ты свободен в своем выборе. Ты ставишь именно то железо, которое тебе нужно. И впоследствии можешь это решение переиграть. То есть поменять процессор, поменять память, добавить память, наверное, скорее. Поменять SSD, вместо писалки поставить еще один накопитель с интерфейсом SATA. Все это кажется мне довольно классным. Но тут возникает пикантный момент. А что насчет денег? Оно, как обычный системный блок, будет гораздо дешевле. Давайте посчитаем. Вот этот аппарат, эта платформа стоит 25 тысяч рублей. За эту сумму мы получаем монитор с диагональю 23,8 дюйма, разрешением Full HD и матрицей IPS. Мы получаем корпус, потому что это де-факто корпус, куда устанавливается все железо. Мы получаем материнскую плату на чп-сете H510. Также система охлаждения, DVD-писалка и внешний бесшумный блок питания на 120 Вт. За 25 тысяч рублей. Если мы решим все это купить по отдельности, получится следующее. Я буду подглядывать свою шпаргалку, потому что все запомнить не получится. Итак. Монитор с IPS-матрицей Full HD разрешением и со встроенной веб-камерой. Кстати, веб-камеру не посчитали. Вот такой монитор в среднем стоит 21 тысячу рублей. Например, посмотрите, есть такой Lenovo TIO24 Gen4. TIO24 Gen4. В текстовой версии вы можете эту калькуляцию посмотреть со всеми вот этими страшными названиями. Вот такой монитор стоит 21 тысяча рублей. Три тысячи стоит маломальский приличный корпус, который не очень сосет пыль и в который можно комфортно поставить комплектующие. Четыре тысячи стоит материнская плата на H510. Не понтовая, среднего ценового диапазона, потому что я понимаю, что тут внутри не какой-то там мегапремиум стоит. Обычная мамка. Четыре косаря. Тысяча пятьсот стоит писалка. Вот такая же, как здесь. Семьсот рублей кулер с похожими характеристиками. И тысяча четыреста за блок питания. Вот, чтобы он был тихий, ну вот меньше вы не... Ну, никак не получится. Вообще, я бы даже сказал, что тихий блок питания 200-ваттный стоит где-то порядка трех-четырех тысяч. Ну, пусть будет тысяча четыреста, окей. Так вот, вместе получается тридцать одна тысяча шестьсот рублей. А этот стоит двадцать пять тысяч. То есть, даже если вычесть писалку, которая вот сто лет в обед не нужна, все равно получается экономия пять тысяч рублей. Ну, а неплохо, вы знаете. Я как-то привык к тому, что за вот эту вот компактность надо доплачивать, а тут ты на ней еще и экономишь. Я пару лет назад собирал для своих родителей компьютер, кстати, по иронии, тоже на 10-м, корой 3-м, корой 3-м 10-го поколения. До сих пор у них все прекрасно работает, они довольны, все нормально. Но, но, вот если бы я это делал сейчас, я бы, наверное, им вот это взял, потому что смысл колхозить под столом, под столом, там блок, этот корпус, чтобы он занимал место, кабели тянуть. А оно вот все, вот, купил, поставил комплектующие, подключил мышку, клавиатуру, все, место не занимает вообще. И мне кажется, это очень классная тема. Поэтому я, разумеется, я лично не заменю свой мощный писюк вот на это дело, ну, потому что у меня задачи другие, я еще поиграть иногда люблю. Правда, я больше об этом говорю, чем играю, потому что некогда, но люблю. Но, вот, если бы речь шла о компьютере, на котором просто выходит в интернет, там что-то считают, какие-то офисы, Excel, вот это все, вот, вот. Так что я советую вам присмотреться в таких ситуациях, я сейчас опять прочитаю полное название, Hyper-AIO Office HO-K6FL H510B. И я, вот, знаете, должен сказать, что я что-то как-то зря, наверное, долго не обращал внимания на моноблоки, буду исправляться. И думаю, что скоро я вам еще о парочке любопытных моноблоков расскажу. А на сегодня это все, спасибо за ваше время, традиционно приглашаю вас подписываться на мою страничку на спонсор.ру, потому что обзоры сами себя не напишут и видео сами себя не снимут, а вместе с вашими скромными инвестициями мы можем гораздо больше. Также есть канал в Телеграме, о котором я уже сто раз говорил, но скажу еще раз. Он называется «Гаджеты и технологии на вильянов.ком». Подписывайтесь на него, и тогда вы точно не пропустите никакие мои публикации, потому что я снимаю не только ролики, я еще пишу много текстов на моем сайте вильянов.ком. И если вы не подписаны на Телеграм-канал, то вы можете пропустить что-нибудь интересное. Вот, так что интересно мне было покопаться в этом аппарате. Надеюсь, что и вы тоже потратили время с определенным довольствием. А на сегодня все. Пока. Продолжение следует...